Здравствуйте, меня зовут Александра Спаская, и кто еще не знает, я увлекаюсь пионами. Я их сажаю, я их выращиваю, фотографирую, я их потом размножаю, продаю корни пионов. И в том числе, также, как многие сейчас, увлеклась размножением, семенным размножением пионов. Именно об этом я и хочу сегодня поговорить. Сейчас у меня середина января, такой вот месяц, зимой я решила снять это видео. Сейчас расскажу, почему, и вам будет все понятно. Смотрите, есть общепринятые рекомендации по размножению пионов семенами. Значит, из чего они, эти рекомендации, из чего они состоят? Значит, первое, что семена пионов необходимо собирать до их полной зрелости, до раскрытия коробочки. То есть, нужно не допускать пересыхания семян. На этой стадии семена, когда они находятся, коробочки уже созрели, они уже такие упругие, плотные, при нажатии они легко начинают раскрываться. Семена там очень красивые. Они жирные, они кругленькие, они блестящие, как правило, многие сорта блестящие. Они бывают разных цветов. Бывают желтые, розовые, малиновые, черные, коричневые. То есть, там еще и палитра красивая, они просто красивые. Их очень приятно собирать. И вот эти семена необходимо собрать. И, значит, пока вот они влажненькие, пока они такие упругенькие, нужно их, необходимо их поместить в какой-то чуть влажный субстрат. Это может быть песок чуть влажный. Я у некоторых на видео смотрела. Кто-то это сразу, значит, в грунт сажает, тоже чуть влажный. Кто-то в вермикулит помещает. То есть, способов много. И, как я смотрела на видео, значит, такие семена в октябре месяце где-то примерно начинают прорастать и давать корни. Но, так как я не как все, как всегда, и вот этот вот срок сбора семян, когда их необходимо такие свеженькие, упругенькие сорвать, я его, как всегда, пропускаю. Ну, они у меня дозревают до полной спелости, они лопаются, они сохнут на этом кусту, пока я там до них, у меня руки доберутся. Потом я их собираю. Они у меня еще в стаканчиках, в пластиковых подписанные стоят, сохнут еще месяц где-нибудь на полке, пока у меня руки до них дойдут. В общем, как говорят опытные специалисты, они у меня уходят в состояние глубокого покоя. Но, так как я об этом не знала, что они уходят в состояние глубокого покоя, то я вам сначала расскажу опыт прошлого года. Значит, собрав такие семена, и не зная, что они ушли в глубокий покой, я их поместила в чуть влажный вермикулит. Вот, знаете, такие пакетики с диплоком, туда насыпала вермикулит чуть влажный, поместила семена, закрыла пакетики и стала ждать. Значит, октябрь ничего не происходит, ноябрь ничего не происходит, декабрь ничего не происходит. Мне надоело в них заглядывать, проверять. Я забросила этот ящик с этими пакетами куда-то на дальнюю полку. Половина пакетов были открытые, то есть там все в феврале месяце мы, я прибираясь, нашла этот ящик с семенами, думаю, дай-ка загляну, посмотрю. Что оказалось? Оказалось, что весь вермикулит был затянут вот этими вот корешками от проросших семян. Я сейчас точно не помню, но сортов, наверное, там 15, наверное, у меня было в ящике. Но, к сожалению, все эти сорта высохли, все эти семечки высохли, корни высохли. Я не, ну как бы, я попыталась их добавить туда немножечко влаги, попыталась их реанимировать, но корни начали чернеть. Ничего хорошего из этого не вышло. Какие-то семена, которые более-менее были похожи на живучие, я что-то высадила в контейнеры 10-литровые, поставила в гараже. Что-то прямо на улице повыбрасывала. Весной, наверное, это даже было. Что-то как-то со скамейки сидела так и кидала эти семена, отбирала и выбрасывала напротив на грядочку. Вот. Конечно, то, что я высадила в ведра, более-менее на живой, там что-то как-то смахивал сорт Орхитен. Он у меня в гараже, блакополучно это ведро засохло. То есть я его пересыхала, этот верхний слой очень сильно. Некогда было, опять всегда весной рассылка, времени не хватает на это. В общем, я его куда-то на гряду вывалила, эти семена, засыпала там в грядку, разровняла, табличку на всякий случай поставила и успокоилась. Это было в прошлом году. Сейчас расскажу, что из этого всего вышло. То есть те семена, которые я от скамейки отщелкивала, они в этом же году проросли далее. То есть они так зашли по грядке, листочки дали. Тут те, которые я засыпала землей достаточно глубоко, сорт Орхитен. Я думаю, да и высажу, все равно ничего не сходит осенью. Я думаю, высажу туда какой-нибудь сорт. Стала копать и нашла семечки с корнями. То есть они на поверхность не вышли, стебельки не дали, но корневая система была живая, поэтому я не стала ничего туда высаживать, засыпала все это обратно и оставила в покое. Интересно, мне вообще они взойдут когда-нибудь или нет. Сейчас я расскажу про этот год. В этом году я с АП5 все то же самое у меня. Я собрала их в полной зрелости. Опять они у меня поперезасохли все, ушли в состояние глубокого покоя. Но в этом году я уже знала, что покой-то не такой покойный у них. И я их, значит, что сделала? Я, во-первых, их залила раствором фундазола на всякий случай, чтобы еще и протравить семена для будущей посадки. И оставила набухать их там, напитываться вот этим раствором по-разному. Кто-то час, час один, кто-то там несколько часов простоял, кто-то сутки простоял, пока у меня там тоже руки дошли их высадить. Вот. После чего я их помещала в стаканчики с вермикулитом. Сейчас я вот это покажу. Все вот. Вот у меня такой вот есть стаканчик с вермикулитом. И там есть семена. Сейчас вот возьму, покажу вам. Вот это вот у меня сорт Фелиситес я собирала. Это аукционный сорт, который продавался в 21-м году с аукциона. И у меня Фелиситес, она аукционный сорт питомника Пианшоп 21-го года был. Вот он у меня дал семена, я семена собрала и поместила в вермикулит. В этом году он у меня зацвел первый раз. Здесь вот 26 семян в стаканчике вот в этом вот у меня. И таким образом у меня есть сорта. Вот это вот Валькирия мили семена я собирала в этом году. Что здесь интересного еще? Я сейчас покажу, как они выглядят. Здесь вот на дощечке лежат. Вот это вот Эпплтон Хауса семена. Семена Самвита он цвел в этом году одним цветочком. Ну да, вот такие семена интересные. Значит, здесь у меня получается Хезер. Хезер в этом году дала такие простоватые цветы. И они завязали много семян. Дальше посмотрим. Это Пастелеганса, очень много семян. И это один из сортов скокодубов. Смотрите, что еще интересно могу показать. Семена Самвита. Я их собрала все из цветочка. Но сейчас посмотрим на ладошки у меня на них. Смотрите, есть семена, которые прям такие вот они. Ой, жирные, блестящие, катаются. А есть вот такие вот семечки. Он выглядит даже как шершавый. Он издалека видно. Он не блестит. И эти семена будут обракованы. То есть я их даже сажать не буду. Вот. Сорт. Сорт, например, вот. Некоторые сорта, многие, очень многие сорта, они имеют... Вот сейчас этот Эпплтон Хаус покажу. Вот они круглые. Они, как правило, очень сильно блестят. Сейчас покажу. Они блестящие. Такие, ну, прям черный жемчуг. Правильно их называют? Черный жемчуг. Но сорта такие как... Так, сейчас скажу. Гринхала. Имеет очень малюсенькие семечки. Такие семена мелкие очень. Есть семена у Тачофф класса, например. И вот сейчас сорт покажу, сколько дуба. Они, смотрите, они какие. Они получаются вот такие вот коричневые, блестящие. То есть вот это сорт, пожалуйста, другого цвета. Они черные семена, а коричневые. Немного как-то они так интересно... Они как зерна кукурузы сплющенные бывают. Потому что они как в початке очень-очень плотно сидят. Вот. Эти семена я достала из вермикулита специально, просто чтобы вам показать. Сейчас они обратно туда у меня уедут. Вот. И теперь дальше. Еще что у меня дальше, значит, по плану. Я слежу за этими семенами. В этом году, осматривая семена, вот, например, посмотрим, как раз лежит вот этот сорт скокодубов. И мы нашли уже семечко с пророщенным корешочком. Вот такое вот маленькое. Также с пророщенным корнем у нас, получается, корни у нас проросли также у сорта Гринхала. Но у Гринхала особый случай. Он... Часть семян у меня уже высажена была изначально. То есть часть в вермикулите, часть в контейнерах. Вот такие вот контейнеры. Вот. Здесь высажен сорт. И вот, когда мы Гринхала проверяли вчера, то есть у них уже вот такие вот корни у некоторых семечек. Они проросли, корни такие гигантские. И таких семян, ну, то есть процент вот такого прорастания невысокий пока что среди них. Да, то есть это вот там единички. Теперь, значит, смотрим, что. Если... Какой я сделала вывод для начала? Когда мы в вермикулите обнаруживаем вот такие вот семена, которые... Я когда обнаруживаю такие вот семена с небольшими уже проросшими корешками, я начинаю понимать, что если они сейчас массово начнут прорастать, у них корневая система растет очень быстро. И при посадке уже вот их зимой сейчас в контейнера, у меня будет проблема, чтобы не повредить вот эти корни. Поэтому я не буду дожидаться, пока они все сейчас у меня прорастут в вермикулите. Я буду их высаживать в контейнеры и наблюдать уже дальше за ними там, чтобы не допустить вот этого повреждения корней. Храню, хранились у меня что в прошлом году, что в этом году. И в контейнерах высажены семена, и которые у меня вот в этих стаканчиках с вермикулитом. У меня вот здесь есть термометр в гараже, вот он у нас. Значит, здесь у меня 15 градусов, то есть такая температура прохладная достаточно. И все вот эти вот стаканчики, все это, все семена, они хранятся здесь. Вот там, кстати, вот наверху на полке видны вот эти вот ведра, в которых, эти контейнеры, в которых высажены некоторые сорта, которые я так сейчас не перечислю, потому что там много что высажено. Но в основном, в основном это какие-то интересные вещи. Вот и полтенхаус, сам вид там у меня есть. Так, теперь дальше. Раз у меня не все никак у людей, вот, значит, я решила взять один сорт, очень-очень плодородный. Это сорт Crystal Down. Он плодороден настолько, что его приходится сдерживать в его плодородии, потому что когда у него начинают расщелкиваться вот эти вот его плодолистики, эти семечки разлетаются во все стороны. Я его прям... И семян у него с одного куста я собрала в этом году около 500 семян. Это была очень-очень большая банка прямо с семенами. Вот, из них я отобрала порядка 45 штук самых жирных. Я прям там сидела с удовольствием его сортировала. Самые-самые красавцы просто. Вот, он также стоял в вермикулите. И сейчас я хочу провести такой небольшой опыт. Я разделила семена на три группы. Первую группу поместила в верм... Ну, то есть две группы даже. Вот поместила в два стаканчика с вермикулитом. И одну часть посадила в грунт. Вот эта часть, которая в грунте, Crystal Down, она останется здесь в гараже при плюс 15, дальше просто расти. Второй, который также Crystal Down в вермикулите при плюс 15, останется пока что в стакане с вермикулитом. И третий стаканчик с вермикулитом. Вот самое интересное будет про него. Где-то я слушала или читала несколько раз про то, что высокие температуры стимулируют прорастание семян пионов. Соответственно, я хочу этот стаканчик забрать поближе к батарее, там, где температура жарит побольше, то есть около 30 градусов, оставить там на сутки. После суток забрать обратно вот в 15 градусов, несколько дней здесь подержать в гараже и потом дня через три опять занести в жару на сутки и опять вернуть сюда. И посмотреть, будет ли какая-то разница, то есть с опытным образцом, будет ли какая-нибудь разница вот в прорастании корешков. Дальше, что хочу сказать. Следовательно, мои состояния покоя, спящие-спящие семена, все-таки вот они начинают прорастать. Не как обычные вот эти жирные семена в октябре месяце, которые собраны были до распуска, посажены по всем правилам, а собраны неправильно, посажены не по правилам. Тем не менее, они у меня все-таки прорастают. И в этом году я подписала в каждый контейнер, сколько семян было посажено, потому что мне интересно при таком способе посадки посмотреть процент всхожести. Это первое. Второе, мне хочется посмотреть, что то, что у них прорастает корень, это одно, а взойдет ли стебель в этом году, это уже второй вопрос. И, то есть, в мае я буду снимать еще видео, что получилось, какой процент всхожести я получу, какие сорта, сколько процентовка у них по всхожести была. Это вот у меня вот такой вот эксперимент будет связан с семенами пиона. Далее, еще у меня есть один эксперимент, тоже связанный с семенами. Заключается он в следующем. У меня есть отдельно, на отдельном участке, отсаженные вирусованные пионы. В этом году я брала семена свирсованного квицина и свирсованные, свирсованного, так, кто у меня там, непонятно, на что подписано. Ладно, потом узнаю. Ну, хорошо, пускай будет пока квицина. Вот свирсованного квицина я собирала семена, этот сорт отсажен, вообще, как бы, если попадаются у меня такие сорта, я их, если вот какой-то рисунок яркий, я их отсаживаю вообще на очень дальний участок, совершенно, вообще, даже в другом населенном. пункте у меня находится участок у отца, я отсаживаю туда. Почему я брала семена свирсованных сортов? Мне интересно посмотреть, передается ли по наследству вирус мозаики. Посмотрим. Очень интересно, потому что иногда хочется с какого-то редкого сорта взять семена, а он больной. Интересно, вот я читала литературу, нигде я не нашла литературу или каких-то аудио или видеозаписи по поводу семян свирсованных сортов. И, ну, семена иных цветов многолетних и однолетних дают неоднозначные результаты. У кого-то прямо процент вирусности очень высокий, у кого-то очень низкий. Поэтому эти семена, если они прорастут, они также поедут на изолированный отдельный участок и будут смотреть там. Но я вам сразу могу сказать, не знаю, с чем это связано, но семена просто в этом году, семена были, точнее, семена, собранные с вирусованного сорта, были мельче, чем семена, которые собраны были с другого сорта, которые не заражены вирусами. Ну, интересно на самом деле, но я думаю, что это проявление, вообще вирус проявляется, вирусность у меня, по крайней мере, на гибридных сортах проявляется достаточно быстро, распространяется, как лесной пожар по растению. Вот, и я хочу посмотреть на самом деле, думаю, что в течение двух-трех лет эти семена, ну, может быть, растение, может быть, уже выдаст, может быть, до четырех лет подождать, посмотреть, какой будет результат. Вот, значит, что тут у нас происходит, экспериментальные, значит, семена поедут туда, куда им положено, так, сейчас, что-то чуть не перепутала, чуть не перепутала стаканы семенами, пока с вами разговариваю. Вот, я, значит, в мае месяце, скорее всего, дальше уже буду отчитываться, может быть, будет еще одно промежуточное видео, если все-таки семена, вот эти спящие, вермикулите, начнут массово давать, давать корни, мне, первое, интересно, когда они будут, на какой месяц они будут давать корни, я обязательно об этом отчитаюсь. Следите, если вам это интересно, пишите комментарии, ставьте лайки, в общем, тоже мне интересна обратная связь, ну, вот у меня вот такой вот способ, пока что, проращивание семян зимой. Всего доброго! Субтитры сделал DimaTorzok